Субтитры создавал DimaTorzok 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 Валера стал победителем грантового проекта Молодежного форума Таврида И как раз вот с этим проектом И он реализуется в это время В наши, в эти дни И второй проект, который мы вчера уже посмотрели В Самарской филармонии Прошел большой концерт Новый именно Самары Это как раз те ребята, которые Разъехались, так скажем, по миру Учатся в самых престижных Вузах, СУЗах И вернулись вчера на родную землю Чтобы показать свое искусство Свой талант То, чему они научились Валерия, вы принимали участие В вчерашнем концерте? Да, Валера, два в одном Выполучесть Принять участие в этом замечательном концерте Это уникальная возможность И мне кажется вообще, что Это первый такой проект Именно вообще в городах России Потому что, мне кажется, мало Таких городов, да, у нас И в Поволжье, и вообще в России Которые имеют такое огромное Количество выпускников Потому что, на самом деле Это очень приятно Когда ты приезжаешь Вот, например, я вчера был На кастинге Большой оперы, да И очень многие из них Самарские ребята Очень многие самарцы Поют на ведущих сценах И Москвы, и за рубежом Это выпускники именно наших Самарских даже вузов Те ребята, которые получили Начальное образование В наших самарских музыкальных школах И здорово, что такая идея зародилась И мы думаем, что она станет традицией Собираться вот в центре Самары В филармонии, в Альма-Матер Та сцена, да, которая была, наверное Самой начальной сценой Где они делали свои первые шаги И прежде всего это встречи Долгожданные встречи С первыми педагогами Как раз накануне, да, Дня Учителя Который совсем недавно у нас прошел Такая дань тоже памяти Тем людям, которые вложили И дали свои силы Для становления вот как раз нас Уже в новом амплуа В новой личности Потому что, конечно, музыкант Это такая очень трудная профессия Профессия, становлению которой Способствуют многие качества Это и качество педагога Качество той среды, в которой ты растешь Той культурной среды И Самара очень культурная столица Да, по Волжии Которая помогает И всегда направляет В нужное направление Всегда помогает И всегда рядом Вчера это мы могли Да Любви и благодарности Вы говорите о Самаре Что всегда радует Потому что бывают случаи Когда отрываются Да, вот от своей как-то родины И уже просто не находят времени Лишний раз приехать Скажите, пожалуйста То, что вы уже солист Возраст ваш Это типичный случай такой молодой И вы уже солист Так звучит По крайней мере Очень внушительно Солист камерной сцены Государственного академического Большого театра России Или вы один такой молодой там? Не, но все равно Бывают ребята молодые Которые в таком возрасте Становятся солистами Так как вот Брали в театр Именно на Российский репертуар Этот репертуар требует Молодого голоса Подвижного, технического Вот То есть каждая партия Требует своего возраста И, наверное, это зависит Даже не от возраста От физиологических От технических возможностей Но я бы сказала Все равно Это не частый случай Чтобы в 18 лет Молодой певец Стал солистом Большого театра Конечно Это и Прекрасные природные способности И выучка И организованность И красота тембра И актерские данные То есть это все вместе должно быть То, что позволяет претендовать Вот на определенные партии Конечно Да, да Концерт новой имена России Каково его настоящее и будущее? Самары, да Самары Ну, Россию выбрала Слушаюсь, это будет и так И мир Да Сколько всего там было участников? Какая была публика? У вас свой зритель есть уже здесь? Который придет на Малерию Макарова? Наверное, почему такая энергетика Вчерашнего концерта была очень теплая Потому что вход на концерт был свободный Каждый желающий смог прийти в этот вечер И насладиться творчеством наших именно самарских ребят Исполнителей Была совершенно изумительная программа Это была и фортепианная музыка И скрипичная музыка И альтовая музыка И вокальная музыка И даже у нас играл и гобой То есть совершенно разная палитра ребят, музыкантов Начиная от юного возраста И уже и такие зрелые студенты у нас играли И именно зритель на них ходит И зритель ходит на них и в Москве И в Самаре есть свой зритель И на каждого, я думаю, нашего участника Зритель пришел Я думаю, что были еще свои группы поддержки Конечно Это очень чувствовалось Поклонники Педагоги Той школы, где учился В самом деле это очень приятно Когда ты выходишь в Москве Все равно зал незнакомый И зал ждет, да, думает Так, когда ты ошибешься Покажи нам, что ты можешь А тут ты выходишь А сидят твои педагоги Сидят твои родные Твои друзья С которыми ты вырос Которые вложили в тебя Вот эту частичку Именно своей души И ты имеешь возможность Тоже отдать им то Что ты научился здесь за многие годы Ну не могу не спросить Про проект Большая опера Когда На каком этапе отбора он сейчас Ну вот это самый Такой предфинальный За вас как мы можем болеть Переживать Куда вы продвинулись Ну вы все узнаете Мы сами еще ничего не знаем Пока нет Только вчера было Следите за новостями Ну как приятно Все равно, что в таком Грандиозном проекте Участвуют самарские музыканты Ну у нас Яна Дьякова Участвовала в том году В Большой опере Сейчас вот мы вместе С Анной Золотовой Тоже выпускницей Самарского училища Училища Да, так что вот Много самарских ребят Вчера участвовало Какой новый проект у вас есть О котором тоже вот у вас есть Возможность сейчас рассказать Который вы будете реализовывать Ну он уже реализуется С 6 числа Вот например 7 числа Открылся фестиваль Седьмая симфония Это была такая Прелюдия музыкальная Которая был подарок От властей города Именно для зрителей Нашего города К открытию памятника Шостаковича Мы говорим про большой концерт На площади А сейчас Это уже фестиваль Который даст возможность Уже поглубже погрузиться В творчество Шостаковича Этот фестиваль как раз реализован При поддержке департамента Нашего города Он включает в себя Ну такую большую плеяду концертов Открылся он 6 октября В Самарской филармонии Совершенно блестящим образом Это была исполнена Пятая симфония Шостаковича Которая у нас уже давно В Самаре не исполнялась И сцены из опер Шостаковича И других русских композиторов Которые празднуют в этом году юбилей А дирижировал кто? Дирижировал маэстро Щербаков Которые тоже И Самарской филармонии Руководству Огромное спасибо Огромная благодарность Которые очень тепло Встретили Поддержали Вот идеи Валера Да Приютили нас в этом зале В чудесном Ну вы же наш Самарский Такой общий проект Получился Сказать огромное спасибо И московским театрам Потому что И в этот вечер На сцене Были представители И солисты Из Большого театра Из Мариинского театра Из театра Геликон Опера и новая опера И конечно же Хотим сказать большое спасибо Дирекции филармонии И Самарского театра Чьи солисты тоже выступали Вот Вечер был очень интересный Очень красиво И срежиссирован Потому что У нас наши участники Выходили в театральных костюмах Это были настоящие сцены Концертные исполнения Из опер Да Мы старались Именно погрузить их В эту театральную атмосферу Вот Мы очень волновались Так как музыка тяжелая Все равно Шостакович Это классик 20 века Но Для исполнителя Это все равно испытание Но Зал был полный Было очень много детей Тоже Что Очень Отрадно для нас Вот И мы счастливы Что этот проект продолжается Уже сегодня В музее Модерна Состоится концерт Три гения Модерна Мэтнер, Стравинский, Шостакович Где впервые в Самаре Прозвучит такая мировая премьера Сочинения Стравинского На стихи японских поэтов То есть фестиваль Включает в себя такую задачу Исполнение не только музыки Шостаковича Но и тех гениев Вот русской музыки Которые жили Именно в его эпоху Творили в его эпоху И те произведения Которые в Самаре Именно мало исполнялись Ну такая просветительная Еще один такой акцент Да и мы ждем тоже Всех жителей города На наших творческих лекториях Которые Со вчерашнего дня начались И будут продолжаться До 10 числа В публичной библиотеке На улице Куйбышева В три часа они начинаются Вход на них свободный Музыковеды из Москвы Из Большого театра Великолепные музыковеды Да и наши Самарские музыковеды Прочитают интересные лекции В таком творческом формате То есть могут Поинтересоваться И творчеством Шостаковича И творчеством Самарского музыкального края Вот так что мы всех ждем И будем рады видеть Да спасибо большое За эту информацию Приглашение И за то что пришли К нам сегодня В программу Мы сейчас Через несколько минут Встретимся С двумя другими Участниками гала-концерта Студентов Ведущих музыкальных Учебных заведений России Ну а пока посмотрим Сюжет О проекте Новые имена Самары На сцене филармонии Звучат классические Произведения Шостаковича Римского Корсакова И Рахманинова Молодые музыканты Лауреаты Международных И всероссийских Конкурсов Представили Каждый По две Композиции Своей программы Начинали Свой путь Юные дарования В самарских Музыкальных школах Среди них И Константин Тугашев Студент Уже Московской Государственной Консерватории Имени Чайковского Музыкант Часто выступает С концертами В составе Оркестра В Испании Но приезжает в Самару Где начинал Свой творческий путь В первую очередь Это дает Наверное Личный Духовный Какой-то опыт Ну естественно Рост Как исполнителя Рост Как исполнителя То есть Окрепчание В прямом Физическом смысле Там Если не будет сцены То Я думаю Роста не будет Абсолютно Ну или будет Незначительный Это еще Мотиватор значительный Еще одна Самарская выпускница Готовится покорить Самарскую публику Ангелина Радченко С отличием Закончила Театральное отделение Школы искусств Параллельно с этим Много лет занимается Игрой на гитаре И скрипке Но все же Предпочла театральную сцену Поняла, что Синтестическое искусство Это вот театр И там можно себя проявить И как художник Создавая декорации И как музыкант Играя на инструментах И исполняя Какие-то партии В мюзиклах Например Это же тоже театр И вот Во мне Это все-таки Совпадает И попадает Ко мне в сердце театр Вечер классики Проходит при поддержке Фестиваля русской музыки Имени Шостаковича Седьмая симфония Из 12 музыкантов На сцене Многие выпускники Детской центральной Музыкальной школы В прошлом году Это учебное заведение Подготовило 30 человек Все поступили В лучшие музыкальные Вузы страны И Европы Мне это очень радостно Конечно Как музыкант И человек Вообще Музыкального сообщества Что такое мероприятие Проводится Я надеюсь Что оно Получит свою традицию Ежегодно Будут такие мероприятия Проводиться И мы будем слушать Наших детей Которые растут Нам интересно Очень знать В каком они Сейчас Состоянии Музыкантском Сегодня На этом концерте Они собрались Все вместе Чтобы показать Нам Самарцам Вот Какие они Талантные Каких мы Замечательных Ребят Успитали Какие навыки Замечательные Приявили Наши педагоги Мы это увидим И слышим Мне кажется Это совершенно Замечательная традиция Будет заложена Такой концерт Самаре проводится Впервые Его организаторы Надеются Сделать его традицией Продолжаем нашу программу И у нас в студии Елизавета Караулова Участница Гала-концерта Студентов Ведущих музыкальных Учебных заведений России И Также Участник Этого же Гала-концерта Евгений Артеменков Добрый вечер Добрый вечер Вчера Буквально Вы были на сцене Филармонии Были участниками Этого Гала-концерта Расскажите О своих эмоциях О ощущениях И вообще Как часто Вы выступаете Уже сейчас С таким статусом Новым Как Наверное Москвичи уже Да На самарской сцене Как часто Это получается Удается И есть ли желание Приезжать сюда И выступать Знаете Желание есть И желание есть Огромное Потому что Самара Город В который Хочется возвращаться Действительно Я знаю Что люди Которые уезжают Учиться В Москву Или в другие Города Консерваторские Они Все время Нас тянет На родину К Волге В город Это действительно Такое чувство Ну Чувство любви К родному городу Именно Самара Это вызывает Это чувство И конечно Хочется возвращаться И приезжать С концертами Другое дело Что получается Это не так Часто Как это бы хотелось В связи С Ну Есть много Скажем Причин Почему Это не получается Но Хорошо Что мы здесь Бываем хотя бы Вот Периодически Играем Хотя конечно Хотелось бы чаще Евгений Вам тоже хочется Почаще сюда возвращаться Или нет Или вы уже С трудом отрываетесь Я сюда собственно Приезжаю только для того Чтобы играть уже У меня конечно Здесь бабушка живет Вот Я ее навещаю Но В целом Мне всегда очень хочется Именно здесь сыграть Для публики Именно для этой Из Самары Из своего города В котором я рос Очень приятно Вот Елизавет Расскажите о своем Инструменте А фортепиано Каких успехов На сегодняшний день Вы уже достигли И что из вашего Уже опыта Да Вам кажется Сегодня очень важным И значительным Что вы получили Самым важным И значительным Наверное То что Я сейчас Обучаюсь Московской государственной Консерватории Имени Чайковского В классе Профессора Ильису Константиновны Версаладзе Народной артистки России Да Вы с такой теплотой Говорите У вас наверное Установились уже Такие хорошие отношения С ними Как показалось Или как с учителем И как с музыкантом Это замечательный Совершенно Педагог И для меня Что главное И очень важно Это просто Потрясающий человек Открытый Душевный Просто человек мира Который Вот приезжает Она заходит в класс Она освещает Все И все просто Начинают улыбаться Вот Когда она заходит И как педагог Она конечно Профессионал Просто Высочайшего класса И музыкант Который выступает На сцене И который Подает нам Пример Вот Такого Знаете Великого человека Великого музыканта При этом С открытой душой Очень простого Очень Вот Такого Не знаю Ну Доброго человека Действительно Наверное Водушевленного И искреннего Очень искреннего Почему мне показалось Да Евгений Скрипка Скрипка Ваш любимый инструмент Конечно Мой любимый инструмент Как вы с ним срослись Вообще Что для вас скрипка Ой Ну для меня скрипка Это Наверное В первую очередь Язык Ну то есть Это инструмент Благодаря которому Я могу что-то сказать На сцене Потому что Как правило Люди сейчас Во-первых Я учусь в Австрии Там другой язык И чтобы На языке скрипки Легче говорить На языке скрипки Гораздо легче говорить Да И когда я туда приехал То есть я этот язык Еще не очень хорошо знал Но зато я Знал язык музыки И Благодаря ему Высказывался Вот Так что Это для меня Очень большая удача Что я на нем играю То есть сложно Все-таки В другой стране В другой Совершенном Вот атмосфере Да Нет Не очень сложно Я думаю Музыканту везде просто Мы люди Потому что мира Все в принципе Ну опять же Благодаря нашему языку музыки Вот И нам в принципе Тяжело нигде не бывает Я думаю И вот Елизавета рассказала Тоже и про преподавателя И про свое Вот такое уже достижение А у вас Что вы можете рассказать? У меня тоже У меня потрясающий профессор Там В консерватории Анна Алексеевна Кандинская Мы как раз Только что разговаривали С Лизой Что Очень похожи у нас Профессора Потому что у меня тоже Она достаточно Теплый человек И Очень эмоциональный И постоянно Заряжает нас Эмоциями И энергии своей Вот И Конечно И доброта И все В ней все присутствует И большое спасибо за это Что самое главное Вы получили в Самаре И Что нового Какой вот такой вот Рывок дает вам Другие города и стран Вот если проанализировать Вот что Самара И что дальше Вот В чем плюсы Дальнейшего развития Плюс Самары Действительно Огромный В том Что образование Которое Например Я получила здесь Уезжая в Москву Я уезжала Не за образованием Так скажем Здесь у меня Были такие Педагоги От которых уезжать Мне не хотелось Марина Ивановна Богданова Надежда Глебовна Стишкова Елена Тарасовна Панкратова То есть здесь Я могла бы Получить то образование Которое мне Позволило бы Стать В общем-то Профессионалом В музыке Но уезжала я Не поэтому Конечно В Москву Надо было ехать Потому что Получив это образование И став профессионалом В Самаре Это Достичь чего-то Было бы тяжело Действительно Потому что Культурная Составляющая Так скажем Нам есть куда стремиться В Самаре Действительно Хотя мы уже Я думаю Что на этом пути Стоим От города Купеческого К городу культурному Да Ну вот Евгений тоже Согласен И что вам страна Вот другая страна Дает Какие возможности Какие возможности Дает другая страна Ну Именно там Где я учусь Именно в Вене Там Очень большое количество Различных оркестров Ансамблей И проектов Постоянно То есть я постоянно играю Я никогда не стою на месте Вот В принципе в России Я тоже постоянно играл Я играл в оркестре Под управлением Башмета Поддержание четырех По-моему лет с половиной Вот И юношеском Симфоническом оркестре Да-да-да Боже мой Сколько же вовлет Уже четыре года Башмета играет Нет, юношеский Вот И тоже Конечно Это большой опыт И Но У нас концерты Проходили Здесь с Юрием Абрамовичем Там раз Два раза в год Раз в год Не так часто Да А там есть возможность Играть постоянно Там каждый месяц Какие-то разные проекты Какие-то разные концерты Очень приятно Очень много разной музыки Очень хорошие Хорошие профессионалы С нами приезжают Работать всегда Вот А насчет Самары Я тоже хотел сказать Большое спасибо Своим педагогам У меня Я здесь учился В школе номер четыре Дескомузыкальной У меня была Педагог Ирина Ирина Алексеевна Каверина Да И со мной занималась Тамара Борисовна Клюева Из училища Я им тоже Очень безумно благодарен Потому что Они мне дали Именно тот толчок Вот Именно толчок В тот мир музыки И в то понимание Ну как я сейчас Это понимаю Вот В ту сторону Они меня и толкнули И если бы конечно Их у меня не было Я думаю я вряд ли бы заиграл Я думаю что я вряд ли бы остался На этом инструменте И скорее всего Пошел бы в другую сторону Куда-нибудь Да Вас интересует Конкурсная составляющая Участие в конкурсах Ну чтобы и свои силы Как-то проверить И других участников Конкурсов посмотреть Международного масштаба уже Да Или вы нацелены на творчество И вот на развитие В этом направлении Бесса Конкурсный Такой вот Я думаю что это нельзя Разделять сейчас Да Обязательно Сейчас в наше время Сейчас уже невозможно Получить Добиться карьеры музыканта Не участвуя В музыкальных конкурсах К сожалению Или к счастью Это Тут есть плюсы и минусы Потому что Конкурсы Они мотивируют Конкурсы Они дают Очень важные площадки Для выступлений И при этом Если будешь жить Одними конкурсами Конечно творческая составляющая Ну так скажем Да Не то что умрет Но Все должно быть ради музыки И конкурс тоже должен быть ради музыки А не ради какого-то достижения славы Или там карьеры И так далее А в каких конкурсах сегодня На данный момент вы участвуете? Вообще что это за такое состояние Ощущение Вот быть участником конкурса Из еще международного Евгений смотрит на Елизавету Не участвует Ну в данный момент Не участвует конечно Мы в Самаре На концерт Нет ну я имею в данный момент Настоящее время Вот вообще Вот год назад я играл В Польше На одном международном конкурсе Крупном очень Имени Шамановского Есть такой композитор польский Вот И В целом да Как бы это конкурс Я не выиграл Я никакую премию там не получил Но это большой огромный опыт Это был мой Первый серьезный Крупный международный конкурс Вот И конечно же Те люди которые получают На этом конкурсе премии Кто бы они ни были Свои Не свои Это можно по-разному Об этом говорить Но Они в любом случае Люди у которых уже есть Какой-то определенный Опыт творческий И которые Те программы Которые они вынесли Играть на конкурсах Они их уже очень много раз Играли И у них есть опыт И они могут выйти Теперь вот Уже на концерт Сделать какой-то крупный концерт И они будут Сами очень уверены В том что они делают И люди которые слушают Будут тоже уверены В том что они слышат Поэтому конкурсы Это конечно нельзя Я думаю что Без конкурсов можно Если есть большая удача Выйти куда-то И это нужно Очень большая удача Очень редко Да Это очень большая редкость Вот Но Как бы Но конкурсы Они все равно определяют Сильнейших в любом случае Да Елизавета В каких концертах Вы сегодня в программах Принимаете участие И как складывается Ваше отношение Как музыканта С публикой Вот что можно сказать От лица музыканта Вот когда вы выходите На публику Какие эмоции Вы испытываете Как часто они оправдываются Что вы получаете От концертов Ну концерты Это моя жизнь Так сложилось Что Вообще Мое состояние Наверное Внутреннее Зависит очень сильно От того Есть ли у меня концерты Допустим В этом месяце Или нет И какие они Какой программы Потому что Это всегда Ну какая-то Внутренняя подпитка От публики И это взаимный Ты отдаешь публике Публика дает эмоции тебе Ну при хорошем раскладе Если все организовано хорошо Если все складывается так как надо В идеале Это такой энергообмен Совершенно потрясающий Особенно если это сольный концерт Конечно Поэтому да Действительно Концерта для меня Очень много Значит Сейчас я выступаю Достаточно много И в Москве И по России В общем-то С сольными концертами Выступала И за границей Вот И очень бы хотела Конечно Сольно Почаще выступать В Самаре Вот Несмотря на все препятствия Которые Существуют здесь Потому что Ты имеешь Сольную программу У тебя есть огромное желание Ее сыграть У тебя есть факт Что На твой концерт придет публика Потому что тебя знают И ты в этом практически уверен И при этом все равно Возникают какие-то препятствия И вот когда эти препятствия Устранены Конечно Было бы здорово Здесь выступать Мы будем вас ждать У Евгения Хочу спросить Вы требовательный артист Требовательный Вот я имею ввиду Ко всем деталям К организации И так далее Насколько это правильно Сегодня быть Таким вот артистом Который уже требует А, к организации концертов Да, да, да Внимание к себе Как к артисту Вот насколько это важно На самом деле Я абсолютно не требую В этом плане То есть мне плевать Киев, слове мне дадут Ну вот Я вам серьезно говорю Мне кажется, что Елизавета Она уже вот на такие Тонкости обращает Это даже не тонкости Это даже не тонкости Это уже условия Нет, плюс У меня Я не знаю Может быть Можно об этом поспорить Но у меня плюс в том Что у меня свой инструмент И мне не нужна Да, да, да Вот здесь разница в этом Да, у нас разница И поэтому Когда я прихожу Я узнаю, что Вот у меня есть инструмент У меня есть я Есть люди, которые меня слушают Все, мне больше ничего не надо Остальное уже как пойдет Вот Поэтому мне не важно Там я буду В подвале переодеваться Или у меня будет артистическое В золоте Это уже такие Важно, что вы артист Музыкант Артист И что вы дарите И несете свое творчество Музыку Людям, поклонникам Зрителям И слушателям И последний вопрос Что вы слушаете Для души сами? Много что Очень много музыки Много музыки слушаете? Я на самом деле В основном слушаю Музыку 20 века Но все-таки Классическую Как правило Но я Это фестиваль Шостаковича Шостаковича Ну 20 Нет, я разную могу Слушать музыку И не только классику Правда Времени на это Остается совсем мало И иногда хочется Очень тишины Все-таки Да Но есть Безусловно Есть любимая музыка Которая успокаивает И какая? Если не секрет Разная Это начинает Битлз Заканчивая Не знаю Может быть И Скорпионс И какой-то даже Даже очень интересно Что Скорпионс Успокаивает Да, не поверите Но успокаивает Когда это связано С какими-то личными воспоминаниями Потому что слышал в детстве Особенно вот такая музыка Какие-то русские песни Которые там Иногда сама поют Разная музыка На самом деле Простота на самом деле Она очень нравится Да Прекрасное заключение Действительно Чем проще Вот как Не зря говорят Чем проще Тем лучше Проще И доносится до сердца До души Если действительно Без каких-то там Таких вот Нагромождений Да Музыкальных Много направлений Есть Кто-то даже Этим злоупотребляет И так далее Спасибо вам огромное Спасибо За то, что приехали в город Подарили свое творчество Нашим зрителям И приезжайте еще почаще Пусть ничего не препятствует Или будут только такие препятствия Которые Привознесут у вас Только выше Спасибо и вам за внимание Всего хорошего До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому